Кто-то их называет столбами, а кто-то обрубками. Такие предметы городского интерьера все чаще появляются в Омске, на городских магистралях, улицах, а в последнее время и во дворах многоквартирных домов. Вот, похоже, одна из последних работ, судя по совсем еще свежим опилкам. На фоне молодых веток эти ободранные исполины смотрятся странно. Они выстраиваются в городе целыми аллеями. Вот обновления получили деревья на улице Хмельницкого. А вот на 20-летии РКК чиновники говорят, что это делается во благо. Они потом дают побеги, они дают роски, и это все превращается в какое-то все равно зеленое насаждение. Там, понятно, формовка какая-то потом происходит. Это все когда перерастает уже в высоту, и уже опасность, аварийная ситуация, вот эта вот парусность. Есть такие деревья. Ну, у нас ураган сам по себе показывает, в каком еще состоянии было деревья. И, поверьте мне, это не от какого-то просто желания превратить город в какие-то обрубки. Это как бы и выполнить мероприятие, и сохранить зеленое насаждение. Михаил Горчаков буквально цитирует Оксану Фадину. Мэр просит максимально сохранить все деревья. Практика обрезания ветвей распространяется далеко за пределы Омска. Это ведут работы во дворе многоэтажки в Москве. Деревья превращаются в этакие длинные руки с обрубленными пальцами. Пальцы же образуют весьма щекотливые жесты. А это без жалости спиливают ветви деревьев уже в Волгограде. А это Владивосток. Такую картину наблюдают жители самых разных городов страны. Вот только экологи сомневаются в целесообразности такого ухода за деревьями. На самом деле деревьям от этого плохо. Надо понимать. Третий в них там или меньше сохнет. Если это вдоль дорог, то это вообще, считайте, загубить дерево. Если где-то в глубине, то оно, конечно, может отрасти и дать побеги. Но если внимательно посмотреть на эти побеги, которые очень обробные и длинные, вот это как раз угроза. В случае урагана они первые отлетают. Шквалистые порывы ветра уже множество раз причиняли вред людям и наносили урон технике. Во дворах машины оставляют как раз возле таких деревьев. Жители наивно считают обрубленные стволы безопасными. Но именно их ветки таят угрозу. А ведь изначально собственники домов заботятся о своем же удобстве, чтобы и света в окнах больше, и проводам угрозы меньше. Однако ученый Сергей Кострев призывает забыть такой метод. Надо поступать честно, да? Надо поступать методом замены этих деревьев на другие. Вот, а не оставлять эти ужасные вещи, потому что, что касается эстетики, то, ну, это выше всяких критики, это неэстетично. Хотя, конечно, есть период, летом, наверное, через 2-3 года после того, когда его обрубили, когда оно приобретает некую такую пышную форму. Но надо понимать, что это ненадолго, и оно будет вынуждено снова быть обрубленным. И как бы этот цикл запускается. И решение в этом направлении применять не нужно. По данным биологов, каждое десятое дерево после такой обработки отмирает. А другие получают шанс быстрее сгнить. Впрочем, выбирая между двух зол, спилить под корень, либо обрубить ветки, власти городов приходят к наиболее затратному варианту. Ведь такое кранирование требует в последующем дополнительного ухода. А это и без того тысячи и десятки тысяч рублей. Евгений Нефалов и Юрий Дорошенко, Антена 7.